Реальный спорт Ульяновск 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 Не только за себя, но и за всю команду. Поэтому я думаю, что на эстафете мандраж даже больше. А кроме легкоатлетики, вам какие виды спорта еще интересны? Очень люблю болеть и наблюдать за фигурное катание. Это очень красиво. За наших девочек всегда переживаю. А также очень люблю лыжный спорт. А вот ульяновским болельщикам интересен футбол. И в частности футбольный клуб «Волга», который сейчас лидирует в чемпионате страны и претендует на повышение в классе. Давайте узнаем мнение об игре нашей команды одного из самых преданных болельщиков команды – Рустама Мусифулина. Футбольная «Волга» выходит на финишную прямую чемпионата России, причем в статусе лидера. Вполне себе закономерно, считает основатель паблика «Футбольный Ульяновск» Рустам Мусифулин. Это у нас очень крепкая оборона. В принципе, налаженная игра. Мы со всеми лидерами удачно сыграли. Можно сказать, почти никому не уступили. Думаю, что это по праву наше место в этом сезоне. В трех апрельских матчах ульяновская команда набрала пять очков, обыграв Челябинск и сыграв ничью с пермской звездой и Новосибирском. Не стопроцентный, но приемлемый результат, констатирует Мусифулин. Это, во-первых, были очень сложные соперники. Все трое из первой шестерки. Они очень крепкие. Тоже у них оборона далеко. Тот же Новосибирский. Его очень сложно пробить было. Шесть матчей подряд не пропускал. Тот же Каштанов, он выдал передачу на Максименко. То есть выполнил свои функции, помог, когда угловой подавался. Поэтому так уж получилось, что и погода была тяжелая, против ветра много играли. Радует, что много людей было на стадионе. Что они видели, что Волга борется. Звезда, она сейчас тоже очень сильно мотивирована, на мой взгляд, занять высшее место Амкара. То есть они стремятся набирать очки. Ну и с Челябинском удалось пробить. Поэтому дальше будет легче. Все будет хорошо. Шесть игр остаются провести Волги в нынешнем чемпионате. Четыре из них в гостях. В Оренбурге, Новотроицке, Перми против Амкара и Екатеринбурге. Еще две в Ульяновске. Против Лады и торпедовцев из Миаса. Я вообще делил на три части этот календарь. С первой три игры, это с тремя сильными соперниками. Потом выездная серия и дальше уже заключительный отрезок. Он там самый легкий получается у нас. Две игры дома с командами из нижней турнирки. И там уже решающий будет Екатеринбурге. Вполне себе хороший календарь у нас остался. Выездная серия для Волги начнется 30 апреля. В этот день подопечные Рината Итова сыграют в Оренбурге с командой Оренбург-2. Ну что ж, пожелаем нашим футболистам удачи. Удачи. Наталья, а как вы думаете, какие виды спорта могут принести нашему ульяновскому спорту хорошие результаты на уровне Олимпийских игр? Ну, насколько мне известно, насколько я смотрю, наблюдаю, у нас очень хорошо развито. Это, конечно же, бокс, борьба, дзюдо, конечно же, легкая атлетика. Из циклических видов спорта еще гребля. И в этих видах спорта прекрасные традиции, прекрасные специалисты, тренеры. И они являются базовыми видами спорта у нас в регионе. Согласен, на то они и называются базовыми видами спорта. А вот игровика нужно много трудиться для того, чтобы войти в когорту опорных. Волейболисты, например, реализуют лозунг «От массовости к мастерству» и недавно провели большой спортивный фестиваль. В спортивном комплексе «Динамо» снова шумно и многолюдно. После двухлетнего перерыва, вызванного пандемией коронавируса, в календарь вернулся фестиваль для волейболистов-школьников. Нынешние состязания – 11-е, а посвящены 99-летию спорта общества «Динамо». Проводя этот фестиваль, мы, конечно же, в первую очередь хотим показать своим примером, что надо вести здоровый образ жизни, надо заниматься активным спортом. 20 команд, в которых собраны более 200 школьников, выходят на площадку. Победители выявляют в двух возрастных группах, как среди юношей, так и среди девушек. В каждой партии, в каждом розыгрыше – бескомпромиссная борьба. На кону призы и кубки с медалями. Учитывая, что это фестиваль, эмоции в первую очередь. Но если мы сейчас будем смотреть, как будут биться за медали, мы поймем, что спортивный принцип, здесь будет тоже, спортивная злость будет присутствовать. Просто давайте соберемся, вернее, соберемся, просто сосредоточимся. Но мышцы расслабьте, вы стоите вот так закованы. Не идут удары, видите, мы выиграем, у нас есть отрыв. Начинайте закидывать их, гоняйте их больше. Закончим, закончим. Команда юношей 40-й Ульяновской школы впервые принимает участие в фестивале. Большинство ребят занимается волейболом чуть больше года, а кто-то вообще меньше. Однако вместе со своим наставником Федором Замалдиновым, победителем первенства Европы по пляжному волейболу среди ветеранов, говорят, что намерены бороться только за победу. Мы очень сложная команда, мы сможем победить любого на турнире. Мы сможем, я верю в это. Очень много игроков тренируемся вместе, мы как одно целое. Это фестиваль замечательный, особенно вот в наши дни, мы не проводим уже давно соревнования. Дети хотят, желают. Почаще бы такое. Было бы очень здорово. С 10 утра до позднего вечера кипят волейбольные страсти фестиваля «Динамо». До финиша этого своеобразного спортивного марафона добираются самые выносливые. Среди них учащиеся физкультурного техникам Олимпийского резерва, лицеисты 100-го губернаторского лицея, а также ученики и ученицы 40-й и 61-й школ Ульяновска. Именно они вошли в число победителей соревнований. Я думаю, что пришла пора пообсуждать вопросы, в которых вы несомненный авторитет. Поговорим давайте о легкой атлетике. Вот у всех обывателей завтрашние эстафеты ассоциируются со словом «городская». Почему же она городская? Ведь в ней участвуют жители всех районов области и вообще все ульяновцы. Вы знаете, у меня тоже возникает такой вопрос иногда, почему именно городская. Но, наверное, так привычнее называть, потому что эстафеты проходят в городе, в городе Ульяновске, приезжают со всех районов и участвуют, и вот, видимо, привычнее так называть. Но у нас принимают участие не только теперь жители Ульяновской области, но и приезжают гости из других регионов. И, возможно, уже пора называть эту эстафету всероссийской или межрегиональной. Жизнь меняется, и все ускоряется. А вот рекорд эстафеты до сих пор не побит. Что, участники стали медленнее бегать? Я не думаю, что стали медленнее бегать. Думаю, вопрос, возможно, если мы говорим о рекордах в группе университетов, то я сама очень много лет выступала за университет и знаю, какая там была конкуренция, то, возможно, сейчас просто нет такой конкуренции, вот, например, у педагогического университета. И, возможно, ребята уже более спокойно пробегают свои этапы, хотя все ответственны, все готовятся. Вот, возможно, даже хотят побить этот рекорд, но недостаточно конкуренции со стороны соперников. Что ж, мы надеемся, что и в завтрашней эстафете тоже будет много борьбы и много конкуренции. Точно такой же, как и в Засыяшской эстафете, где победила 66-я школа. Вот они, главный герой легкотетической эстафеты в Засыяшском районе Ульяновска – бегуны 66-й школы. Им удалось прервать гегемонию команды 82-й школы, которая длилась с начала века. Подопечные учителей физкультуры Эльмира Ахмерова и Николая Кунакова победили и в забеге юношей, и в забеге девушек. Победы они всегда поднимают и школу, и рейтинг школы, и дети после этого легче тренировать, эмоциональный дух. Конечно, эстафета дорога для меня лично. Как бы уходя, может быть, через энное время на пенсию, я буду гордиться этим результатом. Для меня это большое достижение. Ахмеров учительствует уже 35 лет. Молодой специалист Кунаков, в недавнем прошлом его ученик. Вдвоем им удалось объединить в команде детей из разных спортивных секций. Тут тебе легкоатлеты, футболисты, хоккеисты. Есть даже кандидат мастера спорта России по гребле на байдарках, Максим Ребров. На областной эстафете, к которой сейчас готовится команда, ему бежать самый сложный, первый этап. Небольшое воняние, конечно, присутствует, но все-таки мы верим в свои силы. Мы должны попасть в призы. Мы выпускаемся. 11-й класс, мы должны хлопнуть дверью громко. Всего неделя между районной и областной эстафетами. Поэтому почивать на лаврах чемпионам некогда. Тренировки продолжаются, и их интенсивность не меньше. Особое внимание на занятиях к главному элементу – передаче эстафетной палочки. Его стараются отшлифовать до автоматизма. Очень много секунд потеряли во время передачи. Очень много. Примерно каждые по полсекунды. 23 этапа делите на полсекунды, 12,5 секунд потеряли. Стоя принимайте палочку. 12 юношей и 11 девушек – состав команды в областной эстафете. Костяк сборной 66-й составляет выпускники. Но есть даже шестиклассницы. И все же главная надежда на одну из сильнейших лекатлеток города – Арина Филимонову. Далеко не каждый из парней способен выиграть у нее на дистанции 400 метров. Конечно, наша школа в прошлом году немножечко уступила третьему месту. Сейчас мы хотим наверстать упущенное и попробовать выиграть призовое место. Шансы, я думаю, у нас очень хорошие. Девочки у нас в этом году как никак сильные. Мальчики, в принципе, тоже молодцы. У нас отличные отношения, дружественные. Прям отлично ладим с каждым из участников эстафеты. Это, в принципе, дает очень хороший результат. Итак, оставив заметный след в спортивной истории Засияжского района, подопечные Ахмерова и Кунакова намерены вписать свои имена в историю областной эстафеты. До главного старта года остаются считанные часы. Наталья, как думаете, а завтра на эстафете будут сенсации? Очень бы хотелось в это верить. Очень хочется увидеть красивую настоящую борьбу на каждом этапе, в каждой группе, на каждой команды. И пожелать всем удачи, быстрых секунд и новых рекордов на трассе. Ну что ж, а наша сегодняшняя передача подходит к концу. Я напоминаю, что завтра, 23 апреля, главный старт ульяновского спорта, лихотлетические эстафеты на призы газеты «Ульяновская правда». Ну а сегодня с нами в гостях был реальный мастер спорта России Наталья Перекова, а с вами был реальный спорт Ульяновск. До свидания. Увидимся 6 мая. До свидания. Ульяновск. Ульяновск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...